добрый день очень рада со всеми познакомиться меня зовут лея я живу и работаю в кракове в польше я переехала сюда пять лет назад из москвы я здесь работаю как проектный менеджер в компании chisbc и также занимаюсь астрологии свободное от работы время веду свой инстаграм сегодня хотела бы рассказать вам преддверии пасхи одну очень замечательную традицию которая у нас есть это сглот перед такими большими праздниками как пейсах мы все мы все очень заняты нам нужно много что сделать она нам предстоит совершить большой седр нам нужно подготовиться у нас кто здесь находится вне израиля это будет два дня сразу после шабата нам нужно все подготовить все продумать и хочется чтобы мы не забыли еще о той о таком явлении как сглот а слово сглот происходит от глагола на иврите насагель насагель это значит адаптировать то есть это друзья для себя перевожу сглот как мы адаптируем какие-то действия которые мы делаем здесь что-то мы производим здесь на в нашем а в нашем мире которые имеют влияние на верхние миры номеры которые нам не подвластны которых мы как бы не знаем но немножко знаем но мы их не можем ощутить нашими пятью чувствами и я хотела бы сравнить я слушала одну лекцию была очень прекрасная аналогия со сглот когда сказали что это тоже самое как игрушки для детей то есть мы родители воспитатели профессора предлагаю детям какие-то игрушки для того чтобы развить их какие-то особые навыки которые им будут нужны для жизни что-то там поведено что-то они повлияют и дети совершенно не догадываются о том что какая-то простая игрушка которая там кубики они лего играя в которой они развиваешь что-то еще боль более важное и более значимое в их жизни потому что мы просто мы как родители как воспитатели как педагоги мы просто предоставили им эту игрушку и сказали что играй делай это и тебе будет хорошо и дети поверили потому что родители более взрослые более опытные есть профессора которые все это изучили и уже знают то же самое с изглот то есть нам сказали наши прадцы и наши цадики но они сказали нам делайте это может быть вам кажется совершенно нелогично то что вы делаете может быть вам кажется что это ни на что не повлияет но наша вера она творит чудеса и поэтому я хочу вам рассказать вот эту историю сглот на парносу для пейсаха она рассказывает именно перед пейсахом что нужно сделать нужно просто ее пересказать или сейчас вы ее просто послушаете это тоже будет читаться уже сглот на парносу история состоит в следующем что был один богобоязненный еврей он жил и вот наступает время пейсаха он понимает что у него нет денег на на еду у него нет денег на мацу на седор он конечно очень расстроенный но он понимает что господь да госаршем он всесильный он что-то делает он что-то придумает будут какие-то чудеса на пейсах а вот но ничего не происходит он продолжает думать ну что же делать и тут он решает что напишу я письмо напишу письмо царю попрошу бога чтобы он мне послал все то чтобы я исполнил эту мицу на пейсах чтобы у меня был центр чтобы было все хорошо чтобы я радовался и он пишет и говорит дорогой бог пошли мне пожалуйста все на пейсах и у него нет никакого он думает ну что же мне делать с этим письмом ничего у него не остается как отнести ему в лес нет никакого интернета нету почты но он его относит оставляет в лесу и в это время там через какой-то период а в лес едет царь царь едет на охоту или там он просто едет развлечься и что он видит он видит это письмо он начинает его читать и он понимает что это письмо адресовано ему потому что он царь царь естественно говорит что хорошо если меня попросили я конечно же помогу он видит адрес и доставляет там деньги или продукты истории увалчивают что это было конкретно но наш праведный еврей все получает и понимает что все замечательно бог услышал его у бога нет других рук кроме людских рук и соответственно все счастливы поэтому я всем желаю чтобы мы попросили бога чтобы он нам все послал все то что нам нужно то время в которое обозначено чтобы все все получили чтобы всех было парноса чтобы был счастливый год чтобы все чувствовали себя радостными наполненными жили в гармонии в счастье в радости в здоровье всем всего самого хорошего радостного чудесного пейсаха с праздником и до новых встреч